здравствуйте друзья с вами было на ваших экранах красаут и как вы поняли из названия этого ролика сегодня у нас речь пойдет о ваших хотелках желалках и фантазиях о том чтобы вы ну и в если я хотели бы изменить ну добавить или убрать в красауте на одном из последних стримов я провел так сказать мозговой штурм с подписчиками и мы набросали каких-то идей и претензий возможно в теории если видео получит большой резонанс желание игроков могут быть услышаны сразу хочу предупредить что некоторые идеи кардинально могут поменять какие-то системы в игре так что не нужно применять их на нынешние ценники и пытаться соединить с нынешними системами постарайтесь абстрагироваться от той игры что у нас есть сейчас и включите немного фантазии всем приятного просмотра погнали первое на что ползор это система крафта я уже записывал ролик на эту тему и продолжаю считать что крафт в игре работает через одно место ибо ну крафт через ресурсы не выгоден в процентах ну 80 предметов сейчас если вы крафтите то закупаете большинство предметов с рынка они крафтите их с нуля потому что себестоимость ресурсов для крафта превышает стоимость большинства готовых деталей понятное дело мы не берем в расчет детали которые крафтить нельзя из-за отсутствия станков эти детали и стоят столько потому что их крафтить нельзя поэтому фантазия начал думать вот в каком русле а что если система сплавления деталей канет в лету вот для чего крафтить или покупать ненужную тебе деталь чтобы скрафтить нужную что если бы крафт детали осуществлялся только из ресурсов это даже выглядит как-то странно когда у вас к примеру сверчки крафтится из дробовика и палки или смерч из гусеницы двигателей или кайдзю из кабины дрона ну понятное дело это игровая условность и это мелочь но суть проблемы в том что как я сказал вы не будете крафтить фиолетовые детали чтобы скрафтить себе например ну тошнитель ну потому что это глупо и невыгодно да какой смысл фармить ресурсы продавать их покупать на них детали и крафтить из деталей если можно было просто крафтить сразу из ресурсов вторая проблема крафта это отсутствие зависимости себестоимости крафта от энергии ценники понятное дело могут разниться на рынке за счет переизбытка или низкого спроса на предмет но именно себестоимость самого крафта должна быть более логично сейчас поясню вот у вас есть лавина или кайдзю по 12 единиц энергии для того чтобы это оружие играла на крафте нам нужна всего одна лавина себестоимость крафта которые судя по краса у дб 2600 монет но приблизительно ценник в душе непостоянный так как ресурсы день это дня стоят по-разному в то же время чтобы создать крафт на каких-нибудь арбитрах мне их понадобится четыре штуки чтобы занять те же 12 энергии соответственно себестоимость крафта четырех арбитров обойдется уже 10800 монет согласитесь немножечко но не честно а если речь идет о улучшенных деталях то мы еще как минимум умножаем это в три раза так вот суть изменения механики крафта заключается в том чтобы уйти от системы сплавления и сделать зависимость затрачиваемых на производство ресурсов зависимости от количества потребляемой оружием энергии второе изменение которое сам лично понимаю реализовать не то что сложно с нынешней привычкой игроков почти нереально это поменять рынок и проблема рынка заключается по сути только в том что разработчики сделали слишком ну накрученную систему рынка для такой простой игры при этом и постоянными какими-то изменениями они добились еще больших всяких ограничений чтобы просто предотвратить абьюз некоторых механик именно поэтому в игре есть такие проблемы как комиссия которая слишком большая коридор который почти нивелируется комиссии система закупки соответственно добавляет нам перекупов в игру в целом нелогичность как концепции рынка сейчас поясню что я имею ввиду про нелогичность потому что вот важным элементом товарного хозяйства является логистика которая обеспечивает эффективную доставку товаров от производителей до потребителей соответственно выбор рынка тоже влияет на стоимость товаров потому что в одном месте может быть перезбыток товаров соответственно падение стоимости а на другом рынке есть спрос что будет способствовать повышению цен на товары красоте у нас никакой логистики нету соответственно на рынок только один и он постоянно постоянно наполняется и наполняется товарами что неизбежно привело к падению цен почти на все предметы плюс еще тонатные наборы подливает масло в огонь и вот туда систему логистики в красоте придумать вряд ли получится хотя можно было бы конечно добавить какой-то слот наподобие левиафана с каким-нибудь крафтом в виде тягача который тоже можно было бы собирать по-своему с оружием для защиты и прочими там плюшками сделать несколько разных рынков чтобы к примеру у каждой фракции был свой торговый путь к нему и прежде чем продать что-то отправлять эти предметы или ресурсы караваном на нужный вам рынок другие игроки могли бы например устраивать налеты на караваны других игроков но суть вы поняли не буду рассказывать дальше это в принципе типичная система любой ммо или какой-то нибудь другой игры но никто этим заниматься не будет но вернемся к возможности решения других проблем перекупы они бесят и они бесят и в реальной жизни и в игре тоже я вот буквально недавно пытался купить more и потратил на эту почти неделю потому что как бы я не регулировал ценник все равно другие игроки которые просто сидят и живут на этом рынке перебивают цену и ну никак не получается купить а все из-за чего потому что есть система заказов как таковых системы продажи все понятно кто ставит меньше цену тот и продаст но для чего вообще нужна была система покупки непонятно изначально надо было делать обычный аукцион как большинстве игр то есть есть человек который имеет товар он его выставляет а вы уже за него боретесь или покупайте по цене выкупа ну как примеру вов такая система убирает сразу кучу проблем с перекупами с комиссией с коридором но как я сказал в начале систему рынка вряд ли изменит но вы можете написать как вообще видите рынок в игре хотели бы вы что-то поменять а может быть просто оставить все как есть следующий вопрос весьма щепетильный по сути это не изменит того что есть а создание уже чего-то нового ну вот смотрите к примеру в игре есть у нас единственная цель по сути это заработок ресурсов но тратить их кроме как на получение деталей некуда да в игру ввели еще какое-то украшательство своего полигона но толку от этого нет как вот смотрите на систему улучшений своего убежища как примеру в escape from тарков да я не особо сильно люблю тарков но их система с прокачкой убежища шикарная и это единственное чего стоило играть там тот же в красавт мы играем пока только ради деталек но прокачка гаража открыла бы новые возможности и пути сбыта ресурсов вкладывая свой гараж больше ресурсов ты бы получил какие-то бусты или какие-нибудь станки для улучшения к примеру там рыночный стол который при прускачик увеличал процент комиссии рынка станок улучшения который улучшал бы определенные хрике осистики твоего предмета при этом увеличивая его он и чем больше ну то либо раз ты пытался улучшать один на тот же предмет количество ресурсов для его улучшения увеличилась в геометрической прогрессии da mining фирма которая будет в пассивном режиме формить монеты инженерное отдела которые будет уменьшать количество требуемых ресурсов для крафта школа напарников опять же который будет улучшать на какие-то проценты Напарников, хотя раньше вроде была возможность Улучшать напарников и от нее отказались Поэтому это такая спорная затейка Но не суть, факт в том, что можно еще что-то придумать Там конструкторский отдел, который будет увеличивать Количество чертежей, потому что сейчас их вообще Капец как не хватает, ну и в принципе и так далее Придумать всяких механик для улучшения можно целый ворох Идем дальше Следующая механика, которую многие на стриме Поддержали, это Tower Defense Либо какое-то, ну, подобие По сути, часть этой механики уже реализована В игре в виде строительства на полигоне Дальше нужно только ввести возможность Устанавливать наше вооружение на какие-то Ну, спецплощадки, на которые мы можем ставить вооружение И оборонять свой гараж Дать игрокам возможность построить Вокруг своего гаража или в определенной зоне Ну, например, лабиринт из блоков Там препятствий каких-нибудь Крафт, в которых в данный момент в игре есть, кстати Но смысла в нем как такового нет И вот как в мобильных играх, допустим Отбивать волны противников Чем больше волн выстоит ваша база, тем больше ресурсов получите В качестве противников Взять тех же опустошителей, то есть они же есть в игре Ну, как по лору Придумать какой-нибудь дополнительный лор для этого Типа у корпорации там в Андерквард же и имеются Лаборатории, высокотехнологичные производственные комплексы Почему бы эту идею не продолжить Якобы и опустошитель захватил какой-нибудь завод в Андерквард И перестроил производство под создание юнитов для своей армии Ну, на поводобие каких-нибудь мимиков Изграть будущего И вот эта армия опустошителя начать отбивать наши гаражи Какое-никакое разнообразие ПВЕ-контента, который сейчас, ну, крайне уныл Следующая правка касается КВ Сейчас вот оно заполнено в основном тру задротами И папками нагибаторами А вот новички, которые приходят в игру Не имеют возможности не то что зарабатывать А даже плюс-минус нормально играть в КВ Ибо сейчас даже в ржавчине просто вот, ну, поголовно реликты Да, разработчики выкатили уже новость о том, что собирается менять КВ То есть они знают проблему Но факт заключается в том, что они, по сути, добавляют просто безрейтинговый режим Соответственно, я не думаю, что там будет у нас фармиться руда Это будут просто какие-то награды, может быть, в виде обычных ресурсов И в целом просто для того, чтобы игрокам, которые в КВ не могут играть Хотя бы попробовали почувствовать, что это такое Но факт заключается в том, что люди в КВ идут ради фарма этого самого ресурса А именно руды Так вот, почему бы не ввести ограничения по ОМУ на разные лиги? Вот играйте в ржавчине И там, к примеру, ограничения по ОМУ в 7К Перешли в 6, уже ограничения в 9К И так далее по лигам Я не призываю запретить использовать реликты в ржавчине Но сделать проще доступ к КВ в целом, как к режиму Для отцов, по сути, ничего не поменяется У них как было больше возможностей создавать результативные крафты Так и останется, так как у них в целом деталей больше Плюс это дополнительно заставит людей иметь несколько разных типов крафтов для КВ Ибо с ограничением по ОМУ в каждой лиге будет своя мета А не как сейчас, одни и те же крафты на все КВ Плюс на стреме еще всплыла идея для кланов с реализацией каких-нибудь клановых войн К примеру, с захватом территорий на карте Образно говоря, разделить карту на множество секторов Сделать решим захвата территорий тоже временным, как и КВ На пару часов раз в несколько дней, допустим А суть заключалась бы в том, чтобы глава выбирал, на какие территории будет нападать клан А игроки в клане выбирали бы, к какой территории присоединиться К нападению, а какую, например, оборонять А набор очков сделать просто количеством побед в рандомных боях То есть за победу в рандоме вы бы получали одну очко В захват или, соответственно, в оборону вашей территории, на которой стоите И по истечению времени режима по количеству очков решалось бы, кто захватил, кто отбил, а кто просрал территорию Территории бы давали какие-то пассивные заработки для всех участников клана И, соответственно, иметь активный клан 20 человек было бы, ну, выгоднее, чем играть пятью с половиной коллегами А так как территории можно было бы сделать много Кланы из большой территории не смогли бы отбивать все свои территории Так как на них нападали бы, ну, с разных сторон В общем, нужен дополнительный контент для кланов И, ну, как бы, мы уже знаем, что разработчики работают над этим Ну, хотелось бы что-то вот конкретное А сейчас поговорим о том, что в боях увидеть почти нереально Сцепки Очень жаль, что этот тип крафтов, то есть эту механику, никак не развивают И по понятным, в принципе, причинам, потому что проблем там хватает А именно, к примеру, дать возможность нормально строить и тестировать сцепки одному Чтобы имелась возможность при создании нескольких частей сцепок расставить у себя на полигоне И иметь возможность пересаживаться в реальном времени на каждую часть Чтобы проверять стыковку Но не у всех всегда есть возможность просто позвать какого-нибудь друга, чтобы в своей игре проверять, а стыкуется там или нет А проверять приходится очень часто Там одну деталь какую-нибудь добавил, и все, стыковка уже не происходит Чтобы еще была возможность передавать союзникам управление своими ходовыми Чтобы при создании крафта на колесах один человек мог управлять сразу всеми ходовыми Ибо этот рассинхронный игр между игроками в управлении, ну, неудобен Либо приходится делать сцепку с висящими союзниками И самое важное, сделать сцепку уже сцепленной в бою Потому что пока вы сцепитесь даже с одним союзником, ваша команда уедет очень далеко А пока вы будете сцениться с двумя, а то и с тремя, приедет вражеская И это я еще даже не говорю про дебилов-союзников, которые мешают стыковаться Сцепки это очень классный контент в игре И сцепки не самый эффективный тип крафтов, давайте будем честны Они разбираются достаточно быстро, потому что вы большая, легкая цель, в которой лупят со всех сторон Так дайте хотя бы возможность иметь сразу быть в бою с союзниками Так вот любителям катать команды хотя бы будет резон создавать сцепки На которые может уходить очень много времени А на то, чтобы создать какой-то играбельный вариант, и не один день Следующая идея касается любителей конструировать И тут за ребят, к примеру, обидно Потому что человек, который заливает крафт на выставку, ну ничего с этого не получает А жаль Вот если бы у владельца чертежей на выставке будет хоть какая-то награда за то, что их чертеж используют К примеру, в том же вот робокрафте игрок, чтобы получить чей-то чертеж, платил приличную сумму денег А вот человек, чей чертеж использовали, ему приходил процент Так пусть тут тоже конструктор, который сделал адекватный, красивый или играбельный крафт Получал монеты от игроков, которые его скачивают А точнее покупают К примеру, стоимость чертежа, ну 50 монет образно Возьмем те же самые 10% комиссии рынка Итого конструктору придет 45 монет на счет за каждое скачивание его крафта К тому же это дополнительный способ вывода голды из игры Которую, конечно, разработчики пытаются всячески выводить Но у них слабо получается, потому что есть КВ, в котором фармят руду просто в огромных масштабах Но это не важно Еще на стриме поступила отличная идея о балансировке некоторых карт в плане количества игроков Одно дело, когда есть большие карты типа карьера И на них там 8 на 8 вполне нормально играть А другое дело, когда есть мелкие карты наподобие сектора X На которых 16 игрокам катать, ну очень геморно Предложение поступило такое, чтобы на таких картах собирать, ну, к примеру, по 6 человек с каждой стороны Во-первых, это и собирать людей будет гораздо быстрее А во-вторых, можно меньше ботов использовать в боях Дальше я попробую в краткой форме еще привести в пример некоторые изменения, которые хотели бы видеть игроки в игре Это, к примеру, вот дополнительные уникальные награды за престижи Каждые там 5, 10, 25 уровней разные Может быть детали, какие-то эксклюзивные НКшки, краски, ну или баннеры и так далее Отдельные слоты для украшений, чтобы они, как наклейки, не тратили ограничения деталей во время строительства Изменение приключения Тут, я даже не знаю, как прокомментировать, типа режим этот нужно менять полностью, вот, за неиграбельностью Но что с ним сделать, непонятно, а так как непонятно нам, даже игрокам, то разработчикам, наверное, и подавно Почему вы не добавите ограниченный боезапас всему вооружению в игре? Потому что большая часть вооружения имеет ограниченное количество снарядов, зарядов, дронов, баков и так далее Хотя, кроме этого, стрелять из такого вооружения куда сложнее, чем с пулеметиков или дробовиков Но к этому всему вы еще должны использовать БК, тем самым получая лишний шанс подорваться А хитсканы просто прицеливаются в цель и стреляют до перегрева Что, по сути, тоже является обычным, ну, КД у них И у сложного вооружения, кроме того, что у тебя, понятное дело, сложная траектория полета снаряда У тебя ограниченный БК, ты должен себе БК расширять, соответственно, подрывать свою жопу дополнительно А пулеметы с дробовиками просто катаются со своими нерпами-ознобами и не парятся Исключение, разумеется, тут только жнецы При этом они нормально играются, никаких проблем не испытывают ни с чем Почему, к примеру, разрядник и маховик нельзя улучшить на эффективность? Почему игроку, который играет, к примеру, на тех же самых пушках Нужно иметь какой-то сверхзависимый билд, там, от адрона, дамки или от эха При этом обычному хитсканщику достаточно просто прокачать нерпу или от зноб и все И у него эффективность увеличивается, причем в разы Вообще, ребят, я дальше в баланс особо лезть не буду Потому что, судя по предыдущим видосам, есть люди, которые очень сильно негативно относятся Когда пытаются что-то поменять в нынешней ситуации Поэтому эти вместо меня займитесь вы В комментариях вы можете написать, какие изменения вы хотели бы видеть в игре еще Но мы это все, разумеется, почитаем и посмотрим, сколько у нас в игре фантазеров, таких как я Ну, или, например, терпил каких-нибудь, которые топят за стабильность Ну, а на этом все, друзья Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на канал Ставьте лайки и колокольчики, чтобы не пропускать новые видео, а также стримы И играйте только в хорошие игры Всем удачи! Всем пока!